За честь, за волю, за корзатику долю. За право передвигаться по Москве без пробок. Я хотел бы вас поблагодарить. Кто обманет любого за скромное вознаграждение из Кремля? Я даю. На святы жилища. После захвата Крыма украинцы массово бойкотируют российские заправки. Что бойкотируем? Российские товары. Да? Президент компании «Лукойл», миллиардер и, естественно, близкий друг Путина, Вагит Олег Перов, очень недоволен. Он спит и видит, как его дорогой бензин продается в братской Украине. Мы в любом разе не удерживаем наш рынок, потому что он уйдет на сопредельную территорию. Почему? А потому что сегодня, если там в два раза дороже, конечно, люди повезут туда, и там будут продавать. Щедрые россияне уже сделали Олег Первого пятым в списке самых богатых людей страны. Бензин в Российской Федерации два раза ниже, чем в сопредельной государстве. Так там нет нефти. Я хочу пояснить. Я не хочу говорить о цифрах до пяти рублей, до восьми рублей. Я хочу сказать несколько цифр. Бензин, солярка дорожают каждый месяц. Растут цены на бензин. Через каждые два дня дорожают. Путин регулярно вызывает в себе миллиардера. За дорогой бензин не ругают. Ведь Олег Первов по первому зову готов поделиться деньгами. Он обещал, что мы будем строить детские садики, в том числе из-за частного фонда моего. В этом году мы вводим эти детские садики. Россия стала закрытым акционерным обществом, которое принадлежит Путину и его ближайшему окружению. Россияне несут на заправке Лукойла столько денег, что президент компании уже не знает, куда их девать. Что, хватит сидеть на нефтяной игле и прочее, прочее, прочее. На 60-летие вагит Олег Первов позвал певца Ромацоти за 4,5 миллиона долларов. Последние увлечения Олег Первова – добыча алмазов. У нас новый бизнес, поэтому прошли абсолютно все каноны, которые необходимы для эксплуатации. Это не стражимы к тесным сотрудникам. Самый главный алмаз Олег Первова – сын Юсуф. 23-летний парень ощущает все прелести жизни. Вот он прожигает папин бензин на побережье Финского залива. В социальных сетях постоянно выкладывает фотографии за рулем дорогих машин. Тут и миллионные Бентли, Мерседесы, БМВ. На руках у сына олигарха исключительно фирменные часы от 50 тысяч евро. У Юсуфа есть свой корабль Лариса. Если Лариса не может плыть, Олег Первов может полететь на собственном самолете. Костюмы младший Олег Первов любит шить по заказу. Своё лето в 2013 году провел более чем роскошно. Устроил себе и друзьям круиз – Мальта, Италия, Монтенегро. Тут и развлечения только для друзей. Для такого важного летнего дела есть даже обслуживающий персонал. Отец Юсуфа, в отличие от сына, вместо лазурного побережья все чаще заезжает в Украину. В Украине, помимо заправок «Лукойл», как утверждают СМИ, Олег Первов уже овладеет роскошным отелем в Крыму и рядом нефтяных предприятий по всей стране. Поэтому президент «Лукойла» вряд ли будет сопротивляться путинскому захвату братской Украины. 2012 год. Уникальное событие потрясло Россию. Я прошу камеры выключить. Главными новостями этой недели снова были дела о миллионах и миллиардах, нажитых незаконным путем. Правоохранительные органы вышли на след коррупционера. И где наглый воришка завелся в ближайшем окружении Путина? Главным военным следственным управлением Следственного комитета России в отношении бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова возбуждено уголовное дело. Вот он, человек, который по преступной неосторожности мало не разрушил путинские мечты о порабощении всех долларов мира. В результате этих действий бывшего министра обороны государству был причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей. Милиция застала Сердюкова в квартире у любовницы. В российскую прессу моментально просочилась информация. Евгения Васильева принимала министра в 13-комнатной квартире стоимостью 10 миллионов долларов. При обыске, кроме самого министра, были обнаружены драгоценности на 3 миллиона долларов. Кто имеет право обсуждать мой вкус, обсуждать какие-то личные моменты и так далее, и так далее. По-моему, это просто беспределие. Вопреки своему желанию обязаны теперь постоянно носить вместо дорогих драгоценностей вот такое не совсем обычное украшение. Путинский чиновник устроил любовницу поближе, главой департамента имущественных отношений Минобороны. Сладкая парочка годами душа в душу работала на благо Родины. В этом году у нас исполнение идет на очень хорошем уровне, и у нас нет сомнений, ни у нас, ни в военно-промышленной комиссии, о том, что гособоронзаказ будет полностью исполнен. Сердюков человек, который входил в довольно узкий круг доверенных лиц. Однако посадить целого министра обороны никто не осмелился. Я считаю, что деятельность Анатолия Сердюкова на посту, на должности министра обороны в целом была эффективной. Уж больно дорог он сердцу президента. Гораздо дороже всех бриллиантов и любовниц. Я никого не оправдывал. Я действительно назначал Сердюкова в свое время. И он в целом, что касается реформирования вооруженных сил, двигался в целом в правильном направлении. С делом Сердюкова и Васильевой все более-менее понятно. Дело находится в совершающей стадии. И сейчас вопрос только в том, как именно следствие его прекратит, как именно следствие его замнет. Лишь только страсти по Сердюкову поутихли, президент пристроил товарища на хлебное место. Анатолию Сердюкову нашли работу в Ростехнологии. Сегодня Сердюков директор Центра машиностроения крупнейшей государственной корпорации. Вот такие они герои Российской Федерации. Часто можно слышать, политика это грязное дело. Но делают ее грязной сами люди. Какие люди, такая и политика. Известно, если сегодня у власти нет чести, завтра у народа не будет будущего и хлеба. При Путине зарабатывают не только бизнесмены, но и те, кто помогают держать страну в узде, политики и духовенства. Вы верите в Бога? А Владимир Путин свято верит в патриарха Кирилла. За каких-то пять лет на патриаршем престоле святейший Кирилл вкусил все радости жизни. Огромную роль в исправлении этой кривизны нашей истории сыграли лично вы, Владимир Владимирович. При том, что официально московский патриархат ходит по миру с протянутой рукой. Мы сегодня молились горячо. Меня спаси, сохрани. Патриарх Кирилл смиренно ездит на кортежах. Монашествует на личном бронепоезде с вагоном-церковью. Ой, красиво. Аскетично летает на чартерах стоимостью более 10 миллионов долларов и даже ходит по воде на вип-яхте. По удивительному стечению обстоятельств, Паллада за 4 миллиона долларов досталась подарок от управления делами того самого президента. Я хотел бы вас поблагодарить. Официальная церковь не устает убеждать. И все остальные роскошные блага – подарки от почитателей или почитателя. Почитатели перекрывают дороги для кортежа патриарха. Почитатели первыми поздравляют святейшего со всеми юбилеями. Патриарх годами вторит словно молитву. Украина и Россия – братья не иначе. И сегодня мы не можем не вспомнить о многострадальной Украине. Но стоило Путину везти войска на братской территории, Кирилл не удержался. И чем смог, поддержал своего покровителя. И в конце истории. Аминь. Слово предоставляется депутату Верховной Рады Украины Вадиму Колесниченко. Вадим Колесниченко известен всем украинцам, как автор скандального закона о языках. Слово предоставляется народному депутату Вадиму Колесникову. Колесниченко, извините. Оскорбляет неугодных ему, не подбирая слов. На смену этому политику уже завтра на украинско-оккупированной земле может появиться новый российский украинофоб. В сотни раз наглее и опаснее. И никогда не скажу в Украине. Это идиотизм. Жириновский презирает украинцев и считает их рабами. Утром галушки, в обед галушки, вечером галушки. Под Новый год жван этой, как ее, перцовочке. Все! Как только Путин отобрал сладкий кусок украинской земли, Владимир Вольфович вдруг распахнул объятия тем, кого еще вчера ненавидел. Я Андреевский класс! Да здравствует Крым! Все, 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 на сайте! Приехал к крымчанам завоевывать сердца подачками. От нас, от ЛДПР, 10 тысяч гривен. Еще сколько? Давай еще, не жаль, не чай. Иди, стой, иди, иди! Назад, назад, назад. Сейчас заберем. 30 тысяч гривен я даю. На святы жилища в Севастополе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сводит с ума жителей Крыма. Это мой подарок Севастополю. Спасибо! Безвозвратный кредит. Команду агитировать полуостров он получил не иначе, как из кремлевских кабинетов. Позиция Москвы, столица нашей общей родины в Российской империи, Советский Союз. То, что никто вас не оставит в беде. Хотя эксперты называют Жириновского посланником криминала. Я считаю, что криминальному миру необходим был первоначальный легальный выход в свет. И осуществили они его как раз через Жириновского. Денежная милостыня за счет криминальных средств – один из любимых трюков Владимира Вольфовича. Вот он раздает их, как бумажки, своему будущему электорату. А вот раскидывается деньгами в супермаркете. Я говорю, моя как фамилия. А, молодец, дай ему на конфеты. Вот, купи конфеты. Но истинное лицо благодетеля проявится позже, когда перед ним окажется ребенок-инвалид, которому действительно необходимы деньги. На помощь ребенку Жириновский их не найдет. И не подумайте, что у этого демократа их нет. Все удовольствия. Сколько можно уже? Устал от удовольствия. Человек, уставший от удовольствия. Год за годом капитал этого политика растет, как на дрожжах. То есть воруют все вожди. Старые Мерседесы, в которые он забрасывал непонравившихся ему людей, меняются на более роскошные автомобили и обрастают такими знакомыми для украинских пройденных времен кортежами. Вот, к примеру, его роскошный Майбах. У меня нет машины марки Майбах. Я беру в аренду, езжу на самых разных машинах. Цена такого автомобиля 600 тысяч долларов. Иногда для виду машины меняет на более скромные – до 100 тысяч долларов. БМВ, выпущенная Калининградским заводом. Здравствуй, Севастополь! Но крымчане, к которым он приезжал, истинное лицо этого политика не разглядели. Россия любит кровь. Кровь не обязательно убивает людей. Ведь оно скрыто за красивыми лозунгами. И отсюда, на север, падут волны вон той настоящей демократии. Это Алексей Миллер, глава «Газпрома». О внушаемых доходах сотрудников этих предприятий сочиняют не только легенды, но и песни. Не хочу я быть инженером, не хочу я быть комбайнером, я хочу быть акционером ОАО «Газпрома». Радуюсь вместе со всеми. За шарфиком болельщика ФК «Зенит» скрывается страшный человек для украинского газа и кошелька. «Газпром» принял решение не продлевать действия скидки с начала следующего месяца. Именно он отвечает за газовые вентили, в частности, и для Украины. Конечно, под чутким руководством своего начальника. «Газпром» уже очень четко дал понять, что он заинтересован разрабатывать крымские шельфы. А там много потенциальных неразведанных запасов газа. Соответственно, это опять большие деньги, большие инвестиции. Пойдут они кому? Вот этим всем людям. У нас возникнет единая система газоснабжения. Единая система газоснабжения всей России. «Газпром» – предприятие, которое должно было бы обогатить россиян. Но «Газпром», уверены эксперты, лишь разоряет Россию, зарабатывая в карманы кремлевским олигархам. Когда Путин стал президентом, он поставил «Газпром» своих верных друзей. И сейчас «Газпром» – это, конечно, его абсолютно личное такое, почти интимное дело. Обещаю, что буду вести себя скромно. Как самый обычный сотрудник «Газпрома». Не просто тупо деньгами швыряться, а осторожно, чтобы не выделяться. О зарплате Алексея Миллера даже в «Газпроме» говорят только шепотом. Его зарплата годовая более 800 миллионов рублей. Это в день сколько получается? Это в день 2,5 миллиона рублей в день. Это пенсия за 17 лет среднего пенсионера России. Это зарплата за 7 лет среднего российского работника. Дайте хотя бы один процентик. Один процент. Он ничего не значит. Какая-то мелочь девятизначная. Клановость – это беда не только ЮЭ и России. Мы должны искоренить фундаментальные причины, порождающие коррупцию. Правда, в сравнении с российской, украинская коррупция выглядит детской забавой. Например, взгляните на часы Алексея Миллера. Их стоимость – 112 тысяч долларов. В Украине тоже нашелся любитель дорогих часов – экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий. В доме у главного энергетика Украины нашли, к примеру, часы Жерар Берегу. Оценили их в 615 тысяч долларов. Или вот часы Бобе стоимостью 266 тысяч евро. Алексею Борисовичу Миллеру, чтобы заработать на такие часы, нужно поработать всего два дня. Куплю часы швейцарские, золотые. Ну, чтобы не выделяться, чтобы как все остальные. На них бриллиантов штук 10-15. Иначе сразу начну выделяться. Миллиардные зарплаты чиновников в России – отличная ширма для роскошной жизни. Уходят в народные деньги вот на такие автомобили. Поэтому у нас эту пенсию нормальность. Якобы за зарплату вырастают дорогущие дома политиков. Это единственное видео жилья Алексея Миллера. Жители этой местности уже и название придумали – Миллергоф. 31 гектар дворец построен в стиле замков 18 века. Стоимость этого дома – 50 миллионов долларов. Еще на Рублевке построю три дома. Ну, чтобы не отходить от традиций «Газпрома». «Газпром» – гордость Кремля. Поэтому за средства бюджета тут устраивают концерты по любому поводу. Вот, к примеру, на один из таких праздников развлекать почетных гостей приехала легендарная группа «Дип Перпл». Украинский же «Нафтогаз» на свой юбилейный 15-й год существования отделался лишь поздравлением на сайте. «Газпром» в большей степени является карманным предприятием Путина, потому что, как это не смешно прозвучит, ну, вот, как бы, очень многие люди считают, что «Газпром» – это такой кормилец России. Ничего подобного. Знаете, с «Газпромом» все мечты сбываются. Ведь все-таки это наш общий газ, а мечты сбываются только у вас. Россия – это бизнес Путина. Действительно, Россия – это карман Путина. Это такая дойная корова, из которой высасывают все соки. По оценкам экспертов, грабить в России уже практически нечего. Как следствие, за чертой бедности в России выживает более 20 миллионов человек. У нас очень высокий, недопустимо высокий уровень бедности в стране. Россия вымирает. Нас, граждан России, из года в год становится все меньше и меньше. Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Только в 2000-х население страны уменьшилось на 5 миллионов человек. Печальнее. Именно поэтому кремлевские миллиардеры положили глаз на украинские заводы, шахты и самих украинцев в качестве дешевой рабсилы. Братский народ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова